МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы, конечно, отвечаете на вопросы, я думаю, что это приносит огромную пользу нашим и зрителям, и слушателям, можно решить вопрос по телефону. И еще отдельная благодарность вам за то, что были оперативно решены все вопросы, обращения, которые поступили в режиме прямого эфира. Вы можете вспомнить, чем вы, прежде всего, занялись после среды эфира? Ну, наверное, к счастью, к сожалению, действительно у нас так много проблем, и звонят люди, обращаются, что вот в этой череде проблем даже сложно выделить, потому что действительно постоянно то лекарства, то ремонты, то доступность, то нехватка, невозможно записаться к врачу, то есть проблем хватает. Ну, вы знаете, я вот подняла сценарий, и там один из самых острых вопросов был поставлен на том, что не работает медицинский пункт в Верхнесадовом. А что там было? Вы решили эту проблему? Да, у нас пять новых врачебных амбулаторий, то есть мы действительно запустили с января месяц, то есть начали там вести прием. Прием ведется во всех пяти. Был небольшой перерыв в работе в Авлином с продолжением ремонтных работ буквально на неделю. А так все они абсолютно работают, все врачи принимают во всех амбулаториях. И кадровая проблема лечена? А это те же врачи, те же медработники, которые принимали в соседних старых помещениях, то есть они просто переехали в новое, в более удобное и комфортное условие. Спасибо большое. Я напоминаю, Антон Юрьевич Бухлыков сегодня отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, ваши звонки. Мы вас слушаем. Возьмите трубку. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я проходила лечение в отдел лилении микрохирургии глаза. Меня направили в главкомный кабинет на тонометрию. Когда я пришла в этот кабинет, мне в приеме отказали на том основании, что я проживаю не по району обслуживания поликлиники номер один. А поликлиника номер два отказала, не заключила договор. Я заплатила свои деньги, сделала в частном образом. Скажите, пожалуйста, где же равная доступность? Почему меня не приняли? И что, каким образом мне должны, я не знаю, почему этот кабинет один на весь город? Спасибо большое за звонку. А извините, когда это было? Она слышала, что у нас односторонняя связь. Телефон оставила, да? Я хотел уточнить, когда действительно это было, потому что проблема была. Буквально до февраля этого года, к сожалению, в больнице вынуждены были заключать договоры. Сейчас, как мы на предыдущем эфире говорили, эта проблема, в общем-то, она решена. Конечно, доступность разная. Мы каждую неделю смотрим, на какой день можно записаться к какому специалисту. Вот, допустим, я думаю, жители Балаклавы со мной согласятся. В Балаклаве можно записаться к участковому терапевту и гинекологу день в день или на следующий день, чем не может похвастаться, допустим, первая поликлиника первой больницы. Вот вторая поликлиника первой больницы, особенно вторая больница на Сапруна, там тоже фактически ежедневно обеспечивается прием терапевтов день в день. И узкие специалисты тоже доступны, как правило, в течение пяти дней. По данному вопросу, бесспорно, вот эти ограничения по месту регистрации должны быть абсолютно стерты, потому что пациент имеет право прикрепиться и обслуживаться к той поликлинике, где ему удобно. Это первое. Второе. Данная услуга абсолютно бесплатная, должна была быть обеспечена бесплатно. И даже если в данной поликлинике данного специалиста нет, либо он находится в отпуске, вы должны были быть направлены в другую поликлинику, причем договор никакой не нужен, оплату производит Фонд обязательного медицинского страхования, страховые компании. Ну и в худшем случае, если данный специалист недоступен в городе, данная больница должна была заключать договор с частной медицинской организацией и оплачивать свои направления в период временного отсутствия доктора. То есть отсутствие врача, либо кабинета не исключает вашего права на бесплатную помощь. Антон Юрьевич, ну вот в данном случае человек уже заплатил их деньги, я так понимаю, не очень маленькие. Ей не могут вернуть? Ну, ей могут вернуть? Почему? Ей могут вернуть? Почему? Куда ей обратиться? В свою поликлинику, которая должна была выполнить услуги. Нужно подойти на прием. У нас, кстати, и так ведутся приемы, и каждый первый четверг, еще открытые дни открытых дверей в больницах ведутся приемы. Написает заявление в простой форме с просьбой вернуть средства, приложить чек. Если не будет найдено понимание, можно обратиться в страховую компанию, на поле сесть в телефон, то есть они тоже поспособствуют возврату незаконно изъятых денег. Фонд социального страхования. Медицинского страхования, страховая медицинская организация. Я еще хочу повторить, что если вы не дозвонились к нам на эфир, пожалуйста, звоните в редакцию 54-48-62. А еще в течение дня, но не только сегодняшнего, работает контакт-центр Департамента здравоохранения 8 800 733 33 35. Вы можете по любому вопросу обратиться в контакт-центр и тоже вам помогут. Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Алло. Говорите. Доброе утро. Меня зовут Эдуард. Я на инвалидности. Я вот всегда в поисках, где у вас можно пройти МРТ по каким-то, может быть, льготам, потому что везде сумма от 5 до 6 тысяч. Где это находится и как добраться до того, чтобы пройти МРТ? Спасибо большое. Кстати, этот вопрос поднимался на прошлом эфире. Если по компьютерной томографии, в общем, можем севастопольцев порадовать, второй томограф заработал, и буквально через неделю заработает третий компьютерный томограф в онкодиспансере, то есть он уже готов к эксплуатации, завершается наладка. С томографией проблема, в общем-то, снята. Очереди быть не должно, потому что второй аппарат полностью работает, не полузагружен. С МРТ ситуация немножко хуже, потому что по-прежнему работает один аппарат, и монтаж второго будет завершен только к концу года. Это, к сожалению, непростая процедура, требующая реконструкции серьезных помещений, зданий, установка защитных конструкций, чтобы магнитное поле было стабильно. Но вот как в предыдущем звонке, если у вас есть показания, лечащий доктор назначает ядерно-магнитную резонансную томографию, он должен либо направить, дать вам талончик на единственный имеющийся у нас аппарат, либо заключить договор с частной медицинской организацией, оказывающей такие услуги, и оплату должна произвести лечебное учреждение, а не вы лично. Потому что диагностика включена в структуру тарифа и в структуру подушевого финансирования, который получает наше учреждение. Данил Юрьевич, ну вот эта информация, она очень нужна для многих людей, я думаю, потому что очереди на такое обследование огромные. Вот у нас тоже обратился вчера наш сотрудник о том, что поставили на обследование, на бесплатное, то есть, по-видимому, по договору, но через два месяца. Ну, это огромный срок. Как вот быть таком, если надо побыстрее? Законом гарантированно месячная доступность, мы всегда этот вопрос очень обходим. Почему? Потому что действительно какому-то пациенту это важно сделать в первые часы, кому-то это важно сделать в течение суток. Если абсолютно плановые обследования, это, как правило, периодичные исследования, наблюдение в динамике, либо необходимость прохождения очередного свидетельствования, здесь срок может быть до месяца. Потому что все-таки, как правило, диагностика требует более оперативных решений, чтобы принять решение, поставить правильный диагноз. Если еще сакцентирую внимание, это очень важный момент, что лечебное учреждение должно либо направлять в соседнее учреждение, и оплата идет из средств ОМС, либо заключать договор с частными организациями и оплачивать из собственных средств свои назначения своим пациентам, то есть вам. Спасибо большое. Я напоминаю, Антон Юрьевич Быхлаков сегодня у нас в эфире, он директор департамента здравоохранения. Мы вас слушаем. Возьмите трубочку. Светлана Алексеевна и Антон Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что не только у меня, а и у многих жителей города, которым приходится обращаться в медучреждения, вопросов очень много. И такое впечатление, что ситуация не улучшается. Пример привожу свой лично. Дико заболело ухо, и я оглохла на это ухо. Пошла в поликлинику 20 марта. Талон к врачу дали на 2 апреля. Поднялась к доктору с просьбой принять меня без талона. На часах было 10-20. Доктор сказал, что не может меня принять, так как работает до 11. И он больше никого не принял. Я сидела в надежде, что он все-таки пригласит. Но этого не случилось. Позвонила по частным клиникам. Там то ли такого специалиста нет, то ли запись тоже на месяц вперед. Лечилась сама по совету фармацевта. Пришла через 2 недели по своей записи к тому же доктору. Он сказал, что не тем лечилась. В ухо заглянул. Сказал медсестре выписать мазь, которой, кстати, в аптеках сейчас нет, так как она доставлялась еще при Украине. На мои слова, что я-то не доктор, вы же меня тогда не приняли, он ответил, значит не мог. Прием длился 2 минуты. Он не мог потратить эти 2 минуты и назначить правильное лечение, когда обратилась с острой болью. Жаловаться не пошла, себе дороже. И мой пример не единичный, я так думаю. Антон Юрьевич, у меня к вам два вопроса. Почему позволено врачам работать в государственных медучреждениях и в частных одновременно? Естественно, они в государственных работают не с полной отдачей. И второй вопрос. Как работает программа по привлечению врачей из других районов России? Такое впечатление, что люди приезжают, получают подъемные 1 миллион и под любым предлогом уезжают или уходят в частные клиники. Почему такой дефицит врачей по узким специальностям? Простите, что отняла много времени у вас. И пусть меня простят добросовестные врачи. Это не о них. Спасибо. Хороший, очень тонкий вопрос, на самом деле имеющий свои грани. По поводу совмещения в частных и государственных клиниках. Мы все прекрасно понимаем, что это не запрещено. Тем не менее, мы тоже понимаем, что один доктор от того, что он работает в двух учреждениях, его в два раза больше не стало и в два раза больше пациентов он не принял. Когда мы посмотрели, кто работает в частных, 75% врачей, работающих в частных клиниках Севастополя, они же работают в наших государственных учреждениях. Мы такой анализ сделали, да? Да, конечно. Потому что мы видим, что количество врачей в Севастополе немаленькое. Это иллюзия, что у нас острый кадровый дефицит, потому что абсолютное количество, нам не хватает, как мы говорим, буквально не более 60 врачей. Но когда мы посмотрели нагрузки у врачей, то есть когда мы привыкли, что на континенте это, как всегда, выражаясь советским языком, до полутора ставок, хотя, в общем-то, этот лексикон уже устарел, и все эти ставки, нормирование, это уже далекое прошлое, страна и мир работает на фиктивных контрактах, главные врачи должны так организовать работу, чтобы доктор и пациенты не были отдельно, максимально оптимизировать расписание, чтобы доктор, с одной стороны, мог получить зарплату. Она, кстати, в среднем в Севастополе 54 тысячи рублей, это в среднем, при этом ограничений верхних нету, и приняла по возможности максимальное количество врачей. Мы считаем, что когда, ну не только мы, вообще еще принято, доктор не может себя реализовать в стенах государственного учреждения, это плохая организация работы в данном учреждении, потому что все возможности, не запрещено оказывать и платные услуги в государственных учреждениях, имеется в виду только по закону. То есть платные услуги, это касается основной людей, не имеющих, так сказать, гражданства Российской Федерации, либо какие-то дополнительные услуги, которых на самом деле крайне мало. То есть, тем не менее, работа эта не организована, врачи не могут заработать, я так полагаю, как они считают достойную зарплату и вынуждены совмещать. При этом я считаю, что в выигрышах не находится никто, ни пациента, ни врачи. Поэтому такое было, мы все помним, в 90-е, когда снизились зарплаты, люди уходили в частную клинику, занимались частными УЗИ-кабинетами и так далее. Вот очень бы не хотелось в Севастополе нам повторять этот путь. То есть, частная медицина должна быть полноценная, мощная, ответственная. Поэтому проблема эта есть, приказы не запретишь, это можно. Но мы считаем, это во многом характеризует организацию работы в поликлиниках. А по поводу приезда врачей, у нас немножко другая картинка, потому что мы видим и считаем, в Севастополе сейчас работает, в общем-то, около пяти программ стимулирующих. В том году приехало 79 специалистов, это ровно в два раза больше, чем в 2016 году. Все они остались, потому что договор требует от доктора отработать пять лет на том месте, на которое он приехал. Эти люди работают, у нас за все время уехало только два специалиста. Вот это серьезная кадровая поддержка. Более того, мы знаем всех севастопольцев, которые учатся в вузах. У нас более двухсот человек сейчас обучается по целевым программам. И вот сегодня мы едем в Симферополь, встречаться с нашими учениками, студентами четвертых, пятых, шестых курсов и ординатурой на той неделе, ездили повторно. И считаем, что около 35-40 человек к нам приедут и в этот год, и еще мы заключим 43 договора с нашими земляками. Разных специальностей? Конечно, разные специальности. И терапевты? И терапевты, ауторингологи, даже патологоанатомы, гинекологи. Основные специальности, да, вы правы, это ауторингологи не хватает, конечно, участковые терапевты-педиатры и участковые акушер-гинекологи. Чего я не скажу о стационарах, то есть у нас стационарий ауторингологов хватает, а акушер-гинекологов также хватает. Это вопрос организации оптимального процесса. Но вот когда мы сухие цифры смотрим, мы анализируем, как я уже сказал, каждый день там красный, зеленый, желтый, в какое время люди могут записаться, и картина очень пестрая по учреждениям. Где-то, повторюсь, это можно записаться в три дня, где-то в пять дней. Тем не менее, динамика положительная, очевидная. Если мы сравниваем начало проекта новой поликлиники, я им честно скажу, в три раза время ожидания терапевта уменьшилось, и в шесть раз время ожидания узкого специалиста, это вот сухие факты. Это сухие факты. Это сухие факты, но есть периоды, вот смотрим, все ушло на красное. Ну, два доктора тоже, к сожалению, один в отпуск ушел, другой заболел. Сразу нас мало возникли проблемы. Поликлиники многие заходят в ремонт, и вы видите, тоже приносим извинения, и поликлиника Носопруна, и поликлиника Портовая третья, и поликлиника шестой больницы, начинаются серьезные масштабные ремонты. Нам надо вместе с вами их пережить, эти неудобства. Зато к осени, к концу года у нас действительно будут новые здания, новые кабинеты, и во многих случаях новое оборудование. Ну, пациенты давно этого ждали, особенно Носопруна такая поликлиника. Носопруна начнется ремонт этим летом, закончится в первом квартале будущего года. Это масштабный ремонт, полноценный капитальный ремонт, и будет, можно сказать, новая поликлиника в удобном севастопольцем месте. Антон Юрьевич, я хотела бы услышать ваш комментарий по поводу вот начала выступления, я прям так его назову, вот этого нашего абонента, что доктор еще оставалось 40 минут как бы до конца приема, он не принял больную с острой болью и так далее. Бывают такие моменты? Слушай, не бывает. Я считаю, это вопрос профессиональной человеческой этики, потому что, ну, есть определенные правила. Доктор не должен уходить, либо не передав пациента, либо не оказав его помощь. Это общий врачебный правил, работающий во всем мире. Во всем мире доктор, пациент становится пациентом другого врача только тогда, когда другой доктор у вас его взял, как говорится, из-за рук в руки, либо это письменно. Поэтому это вопросы такие глубокоэтичные. Понятно, что это неправильно. Понятно, что можно приказать, наказать. Но это должно прийти другое понимание медицинской культуры, этики, взаимной этики. То есть, ну, конечно, хам, что не должно быть места в больнице. И мы все бываем пациентами, и, конечно, находимся в неком возбужденном состоянии, требующем внимания. Особенно если острая боль, да? Да, и доктор должен понимать, что наши пациенты это все-таки люди, в хорошем смысле слова, больные, которые, ну, находятся, еще раз повторюсь, в непростом состоянии, требуют помощи, внимания, зачастую просто мягко обеспокоены или напуганы со своим состоянием здоровья. Ну, вы знаете, вот такое обращение впервые, вот сколько существует наша программа, вот так вот на такое бездушное обращение. Люди, в общем-то, не жалуются, они, наоборот, благодарят докторов, благодарят врачей за их самоотверженный труд, что независимо от времени, независимо от каких-то обстоятельств, конечно же, оказывают самую действенную, самую эффективную помощь больным. Действительно, часто в непростых условиях, мы все понимаем, наши поликлиники, часто это сжатая, скучность, это действительно, в любом случае, общий элемент всегда недовольства, потому что здравоохранение, ну, непростая. Вот, действительно хочется поблагодарить коллег, которые в этих условиях всегда, в любом случае, приходят на работу, ведут прием, и многие действительно до последнего пациента. Ну, вот очень много благодарностей в адрес кардиологии, в адрес сосудистого центра. Просто вот прислали даже вчера подробное письмо. Спасибо. С описанием, поэтому уже благодарят вас за такой действенной контроли, и вот, действительно, работа развернулась очень на высоком уровне. Очень благодарны, действительно, коллективу судистого центра, вместе с ними буквально эти полгода занимаемся этой проблемой. Мы, ну, на 19% снизилась смертность от болезни системы кровообращения, 19%. Общая смертность Севастополя вот за первый квартал ровно на 10%, это абсолютно достоверная цифра, меньше, чем в предыдущем году, на 10%, это более 160 жизней. И мы гордимся, действительно, со судистым центром, спасибо огромное коллективу, который, в общем-то, показал, что можно достичь европейского уровня. На высоком технологическом уровне. Более 70% больных с острым коронарным синдромом в Севастополе стантируется. В Москве это 48%. Конечно, мы понимаем, что мы город, мы всех довозим, но эта цифра абсолютно европейская. И это нам показывает, что все-таки вот профессионализм плюс оборудование, плюс материно-техническая база, ну, то есть мы выстроили по другим специальностям. Самое главное, профессиональные врачи. И вам огромное спасибо. Это ваша заслуга тоже. Мы продолжаем работу в эфире. Антон Юрьевич Бухлаков отвечает. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Это вопрос от жителей Инкермана. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, когда у нас откроется больница номер 6, это давно уже затянулось все это дело, и у нас нет флюаппарата несколько лет. И второй вопрос. Значит, девятая, первая больница укомплектовываются узкими специалистами хорошо. Почему Инкерман на задворках это раз? Во-вторых, даже если один раз в неделю принимает специалист узкий, то он не отвечает за дальнейшее лечение. Он назначил, его через неделю нет, и он не отвечает за то, как проходит лечение у больного, лишь бы отбыть и получить деньги. Все, пожалуйста, ответьте. Инкерман. Знаете, у нас с Инкермана очень двойное отношение, то есть Гаяна Синверовна тоже старается молодец, но образно. Значит, поликлиника начинается ремонт буквально в июне месяце, ремонт стационара тоже начинается в этом году. То есть два ремонта, и амбулатория в поселке Сахарная Головка тоже начнется ремонт в мае-в июне месяце. А взрослая поликлиника, так как мы два здания не можем ремонтировать сразу, потому что людей лечить нужно, будет на будущий год. В Инкермане самый лучший показатель в демографическом состоянии здоровья населения. В Инкермане очень неплохая доступность, мы всегда смотрим участковые, терапевты, педиатры, то есть врачи действительно в непростых условиях, но записаться на прием прийти можно. Сложнее действительно с так называемыми узкими специалистами, потому что сама поликлиника небольшая, и как бы полностью... Помещения? Там хватает, просто на данное количество населения, то есть не всегда можно найти доктора узкой специальности, где требуется больше населения. Тем не менее, флюкабинет будет, флюорогов туда приезжать из четвертой больницы будет, и должен был приезжать. Разберемся буквально сегодня, почему, если он туда не приезжал, флюорографический охват в полном объеме будет, как я сказал, ремонт и поликлиники в этом году закончатся, а социональ тоже к концу года ремонт капитальный должен закончиться. Ну, самая положительная информация. И все-таки в любом случае, вот, скажем так, часть специалистов, она будет доступна в городе, просто мы сейчас будем мониторировать, и вот договаривались, чтобы тех специалистов, которых не хватает, были четкие часы приема в понятных поликлиниках, куда можно было направить, что жителям Кермана именно вот эти два часа, допустим, принимают именно этих жителей. Такая, в общем-то, установка и договоренность с главными врачами есть. Это по тем специалистам, которых мы туда привлечь не можем. В эфире программа «Решаем сообща». Сегодня на ваши вопросы отвечает Антон Юрьевич Бахлыков, 54-89-55. Мы вас слушаем. Доброе утро. Антон Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот как простому жителю Севастополя можно попасть в другой город, например, в Питер, на лечение? И какие нужны делать шаги для того, чтобы именно направление взять или можно... Самому поехать. Как это можно это все сделать? Это первое. Второе. Почему в поликлиниках, вот, например, на Ярошенко, невозможно взять талончик, ну, к лору или к окулисту. Каждый день приходишь, талонов нету. Утром по записи, чтобы через интернет. А вообще нету, нету, нету. И так вот ходишь полмесяца, не можешь взять талончик ежедневно. Очень мало талонов. А как можно решить и эту проблему? Спасибо. Спасибо большое за звонок. Хорошие вопросы. Значит, по порядку, механизм оказания помощи в других регионах, в федеральных клиниках, он очень действительно простой. Доктор, ваш лечащий, дает направление к специалисту Севастопольскому нашему. Если данный вид помощи мы оказать не можем, он направляет вас к нам в департамент, делает заявочку. У нас есть специальный отдел оказания высокотехнологичной помощи. Спасибо коллегам из регионов. У нас есть квоты, в общем-то, во все учреждения. И с каждым годом все больше и больше. Кстати, в два раза в этом году в два раза больше высокотехнологичной помощи мы стали оказывать сами здесь у себя. Тем не менее, направляем без проблем. К нам приезжают регулярно специалисты, делают отбор. За этот год приезжали специалисты федеральных НИИ Герцена и Блохина, института Склифосовского. Буквально недавно мы уехали в федеральный центр города Тюмени, тоже делали отбор пациентов и готовы забирать пациентов буквально, можно сказать, день в день по нашим направлениям. Поэтому механизм, ваш леча доктор в поликлинике, направляет к специалисту. У нас есть приемы главных специалистов. Если не принимают решение, что данную помощь лучше оказать не в нашем городе, то он... Решает доктор. Я хочу ехать в Петербург. Доктор решает. Да, мы весьма оперативно, если есть показания, очень оперативно организовываем оказание помощи в регионах России, в федеральных клиниках, не только Москвы. Без заплаты? Да, конечно. Абсолютно все бесплатно. По квотам подсказываем пациентам, где есть свободные квоты, потому что очень многие хотят попасть в Москву, но при этом есть замечательные, в том числе, федеральные клиники в других регионах, оказывающие ничем не худшую помощь, куда можно попасть гораздо более быстро. Второй вопрос злободневный. Вот таварингологи, офтальмологи, как вот было сказано верно, многие из них ведут прием в частных клиниках, ведут прием и в стационаре, поэтому буквально у нас вот три таких проекта злободневных. Это акушерство, гинекология, женские консультации. Хоть сегодня звонка не было, но тоже есть проблемы записаться, есть проблемы попасть, потому что у нас зачастую на одного доктора приходится более 5000 пациентов. Это очень много. Поэтому по всем трем специальностям это наш приоритет по привлечению специалистов, это ординатура, это так называемые миллионеры договора, мы вот поедем сегодня уговаривать студентов. И мы просто вот программно буквально на этой неделе хотим, чтобы врачи-стационары все-таки вели амбулаторный прием, консультативный прием, и эта помощь была более доступна во всех поликлиниках, потому что оборудование есть, в закупке есть специальные рабочие места по двум специальностям. Еще маленький момент, коснусь, были звонки по поводу коррекции зрения подбора очков у офтальмологов, что тоже отказывали нашим жителям в данной помощи. Коррекция зрения, подбор очков, линз является неотъемлемой частью работы офтальмолога, и это выполняется тоже бесплатно на приеме. Поэтому спасибо за звонок, держим на контроле, стараемся, чтобы время ожидания не превышало 5-7 дней. И очень важный момент, который мы требуем от главных врачей, чтобы люди в любом случае могли записаться. Если нет возможности на 5 дней, на 7, 8 и так далее, но ни в коем случае не было такой ситуации, что талончики кончились, приходите завтра, звоните утром. Вот это, я считаю, худший такой обращающий доступности, это когда псевдодоступность. То есть как бы все за 5 дней, но люди просто не могут записаться. Поэтому на контактный телефон в подобных случаях нам звоните, то есть мы, то есть во все время работы поликлиники должна осуществляться запись. Да, возможно, на более поздний период, но мы с вами вместе должны увидеть истинное время ожидания. А я повторю, номер телефона контактного центра 8 800 733 33 35. Очень простой телефон. Пожалуйста, звоните по всем вопросам. Мы продолжаем передачу. Слушаем вас. На предыдущем эфире, Светлана Алексеевна, здравствуйте, Антон Юрьевич. На предыдущем эфире мы обращались по поводу аптеки на адмирала Макарова. Ее нет. В поликлинике 3-й горбольнице на Геннерих аптечный киоск был. Там сейчас нет аптеки, помещение пустует. А было бы лучше, чтобы человек вышел от врача и сразу же взял лекарство. Не надо идти на Малахов курган, где нет. Кстати, эту схему очень много притиковали. Также? Алло. Да, да, мы вас слушаем, слышали. Также социальная аптека на Ластово. Надо идти в третью больницу. А можно было в поликлинике выдавать сразу лекарство. Спасибо, что не на летчики ехали. Спасибо большое. Спасибо, Девак. Сколько лет не было участкового врача. Никто не ощущал внимания от врачей других участков. Сейчас пришел очень внимательный врач Данилов Евгений Геннадьевич. Никогда не уйдет. Принимают всегда до последнего человека. А потом еще и вызовы надо. Спасибо вам, что у нас есть такой врач и хотелось бы, чтобы в департаменте здравоохранения добивался, чтобы врачи держались, а не уходили. Нет много специалистов узких. Попасть на прием трудно. Большое спасибо еще хирургии 9-й горбольницы во главе с непомнящим Геннадьем Викторовичем. Внимание, забота всего персонала и чистота. И вон сделан красота. Спасибо вам. Антон Юрьевич. Приятно слушать добрые отзывы по отношению к врачам, потому что действительно, ну, врачи действительно очень много отдают сил эмоций и на приеме, и поэтому добрые слова им очень важны. Поэтому очень здорово, когда пациенты знают имя, отчество доктора. И вот мы тоже стараемся, чтобы у нас система в Севастополе была, чтобы участковый был у каждого, чтобы вот участок и доктор были не сами по себе. Да, действительно, это не 2 тысячи, где-то, может, 3 тысячи, но и доктор должен понимать, что он за этих людей отвечает и переживать, и люди должны знать, кто у них лечащий доктор. Поэтому когда ко мне вот приходят на обращение и спрашивают, кто ваш лечащий доктор. И очень приятно, когда люди знают имя отчества доктора. По поликлиникам, ну, как бы у нас работает только 8 аптек, аптекам, только 8 аптечных пунктов. Вот, действительно, последний пункт на Сапрунату, что откроется в мае, и мы считаем, что как бы программа обеспечения аптеками в самом городе завершена, и после ремонта новоставших там будет полноценная аптека, но это история, это памятник исторического наследия, это история более чем на год, но аптечный пункт там работает. Мы тогда пообщаемся, действительно, еще с Антоном Геннадьевичем по поводу, где удобнее все-таки выдавать лекарства. Просто во многом, выдавая льготные лекарства, мы часто выдаем еще сильнодействующие психотропные препараты, есть определенные требования надзорных органов, где мы это можем делать. Это требования к помещению, к сейфу и так далее. Поэтому многие учреждения, как бы вот мы открыли пункты там, где в том числе соблюдены данные условия. В третьей больнице, да, это, к сожалению, не в поликлинике, это происходит в здании и стационарах, где у них есть больничная аптека. Антон Геннадьевич, я помню времена, когда вот такую схему, что вышел человек от доктора и сразу купил в аптечном пункте какие-то лекарства, очень критиковалось и подозревали в коррупции, подозревали в том, что какие-то там схемы действуют. Поэтому был момент, когда действительно сворачивали эти все аптечные пункты при больнице. Ну, вы правы, это как бы считается неправильно. Во-первых, действительно, было исторически, как сложилось уже в постсоветское время, что сформировались определенные связи по назначению препаратов между фармацевтами и докторами. Плюс всегда возникал вопрос, почему именно эта аптека находится в здании. Ну и вторая, третья история. У нас не хватает площадей, чтобы сдавать эти помещения зачастую для аптечных пунктов. А количество аптечных пунктов в городе, в общем-то, честно скажу, достаточно. Ну, мы услышали этот звонок, да, адрес записывали. Услышали, мы записали, мы действительно поболеем. Слушаем. Доброе утро, Светлана Алексеевна. Доброе утро, Антон Юрьевич. Для приема больного доктору установлена норма приема по времени 15 минут. Не секрет, что этого времени катастрофически недостаточно. Люди сидят в очереди по часу и больше. Возможно ли увеличить нормативу времени по приему больного? И второе, если у кабинета доктора собирается 3, 5 и более человек, то может ли заведующий поликлиникой или главврач разгрузить эту очередь? Некоторые сидят выписать только рецепт. Кому-то направление какое-то только нужно. Кстати, вчера я как раз наблюдала большую очередь к доктору Бородину на Супруна. Его любят, ценят, уважают. К нему всегда сидит большая очередь. И вот как раз и сидели пожилые люди, которым только нужен был рецепт. И некому было помочь, чтобы разгрузить этого замечательного доктора, чтобы он мог оказать больше внимания другим больным, которые сидят у него в очереди. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, очень хороший вопрос. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Значит, первое, вот время 15 минут – это расчетное время. Это общее расчетное время при расчете нагрузки и количества пациентов. Это организовывает доктор, главный врач и зав. поликлиники. Они могут организовать как удобно. Могут четко выделить время для приема хронических больных, диспансерной группы больных, поставив и 20, и 30 минут. Могут отдельно выделить время профилактических осмотров. То есть это внутренняя организация работы поликлиники, потому что очень часто люди говорят, знаете, вот норматив 12, 15, 20 минут. Я говорю, такого норматива нет, ограничений нет. Это общее среднее, куда входит в том числе и посещение, которое, к сожалению, длятся одну-две минуты, когда человек просто заходит, получает направление. Вы абсолютно правы по поводу разгрузить и помочь. Мы тоже говорим всегда о том, что если нет солдат, то командиры-то как-то особо не нужны. И вот основной критерий, когда мы тоже, почему? Чтобы очередь не перемещалась к кабинету врачу, когда вроде бы есть доступность, есть запись, но вы правильно заметили, запись есть, талончик есть, а у кабинета очередь. Поэтому компетенция, как раз за верующим поликлинике, главного врача, абсолютно верно, правильно организовать работу врачей, наиболее востребованных врачей. Оставить, допустим, уважаемому доктору Бородину, как раз его пациентов, хронических больных, которых занимается. Выписку больничных листов действительно можно и должно и рецепты выписывать абсолютно отдельно. Можно создавать кабинеты до врачебного приема, и они созданы, где как раз хроническим пациентам ведется реестр хронических больных. И при отсутствии новых жалоб просто выписывается повторный рецепт, а ранее сделано значение. Все эти механизмы есть, и мы их активно объясняем, пытаемся внедрять в поликлинике. Кто-то их и внедряет активно. Поэтому это есть и так должно быть. Поэтому спасибо за звонок. Будем еще больше акцентировать внимание на вот как раз организации. И вот этот проект «Новая поликлиника» как раз нацелен на то, чтобы оптимизировать работу. Бережливая поликлиника? Вот я хотела спросить про этот проект. Мы не любим слово «бережливым». Люди не понимают, что это такое. Мы его называем «Новая поликлиника». И Севастополь, наверное, в стране является лидер в этом аспекте, потому что во многих регионах там один-два. Мы являемся, в общем-то, даже при незначительных ресурсах, при очень старых наших с вами архитектурных решениях. Все наши поликлиники находятся в этом проекте. И я думаю, кто ходит в поликлинике все-таки замечает те изменения, которые происходят. Это и комфортная среда, это и как раз организация более оптимального приема. Более того, у нас в этом проекте сейчас три приемных отделения. Это первое, девятое и детский комплекс, где мы занимаемся организацией работы приемного покоя, чтобы разграничить потоки хронических, больных, плановых и экстренных, чтобы люди в приемном покое находились не более 30-40 минут, а то и меньше, чтобы не было столпотворения от вам. Это скорая помощь, которая тоже в этом проекте находится уже много месяцев. И если мы стартовали, до 22% люди не могли дозвониться с первого раза в скорую помощь. Сейчас этот процент не превышает 3%. То есть тот звоночек, который не был взят. То есть, возможно, это сброшенный звонок, тем не менее. То есть это большая работа. И вы абсолютно правильно подметили, что руководители учреждений, поликлиники не должны быть равнодушны к очередям, должны выходить и перераспределять данные потоки, а не смотреть, как у одного пустого, другого густого. Спасибо. Антон Юрьевич, спасибо вам большое. Действительно, тема очень важная. Еще очень много медицинским работникам, ну, в первую очередь, докторам приходится оформлять документации. Здесь от этого не уйдешь, да? От этого уйдешь. Нельзя перейти на компьютерную. От этого уйдешь. Вы все-таки реалисты, и мы помним, как это происходило. Мы переходим в таком переходном периоде, потому что были традиции, люди работали, изменилась ситуация, дали новые порядки документы, кто-то пытается их слепо выполнять. Работа не оптимизирована. Появилась компьютерная техника, она помогает, но пока не заменила бумажный носитель. Задачу правильно подметили, исправился компьютер, должна выйти бумага. И вот задача стоит до конца года перейти к полноценному информационному продукту и действительно отказаться от очень многих бумажных носителей. Вот нет вопроса, вот тоже ситуация, сейчас мы касаемся жалобы, когда люди не могут пройти освидетельствование на инвалидность. Вот тоже сейчас как бы стоит задача, чтобы действительно в понятное время, в понятные сроки были расписаны все консультации, анализы. Этот срок ни в коем случае не превышал 5-6 дней, не растягивался зачастую на многие месяцы. Спасибо большое. Еще вопрос по телефону. Алло, доброе утро. Я жительница с северной стороны. Хочу начать с приятного. Год тому назад я попала в ДТП и лечилась в первой горбанице травматологии. Большое спасибо Курилову, под его руководством отделения замечательно работает. Молчанова Ольга Александровна. Красиво ножку сложили. И девочки, медсестры, там коллектив, вот я удивлялась, они бедные через сутки работали, но никогда ни хруханства, ни грубости не услышишь. Даже вот Курилову уже в 7 утра уже все палаты обходят, уже проверяют своих тяжелых. Очень большое спасибо. А по поводу северной стороны очень хочется, чтобы как-то улучшили нашу поликлинику, потому что сталкиваешься с цинизмом, с хамством. Иногда такой вопрос звучит, вы знаете, какая у меня зарплата? А я в ответ говорю, вы не хотите поинтересоваться, какая у меня пенсия? Это во-первых. Во-вторых, на территории 4-й поликлиники была у нас аптека, пусть небольшая при входе около регистратуры. Было удобно что-то сразу взять, во-первых, социальная была. Ее убрали. Для того, чтобы купить, надо спуститься на Захарова. Понятно. Спасибо вам. Время ограничено, у нас осталось полтора минуты. Спасибо за добрые слова. Мы буквально в течение этих месяцев были у нас несколько встреч буквально в прошлую субботу жителями депутата Нахимовского района. В общем-то, ждем окончательного решения, но есть уверенность и в приоритете стоит новая 4-я больница. Действительно, ведутся активные проектные работы, то есть, есть планы строительства. Если будет подтверждено финансирование, то мы, думаю, через 2,5 года с вами откроем новую 4-ю больницу, два новых корпуса. Вот, из хорошего по 4-й больнице. Антон Юрьевич, очень спасибо вам огромное. У нас время уже нашей программы заканчивается. У вас есть какая-то информация такая, чтобы услышали все севастопольцы? Положительная информация. Я думаю, очень хороших новостей мы сегодня услышали. Действительно, отрасль здравоохранения в Севастополе наконец-то превратилась в системное такое улучшение качества лечения, качества работы докторов. И в этом огромное спасибо вам. Большая ваша заслуга в этом. Буду банальным, но вот мы любимая наша тема на диспансеризацию. В прошлом году это было фактически на 10 тысяч больше. Действительно, большая просьба быть более внимательным к своим здоровьем. Мы очень хотим, чтобы на диспансеризацию пришли именно те люди, которые наши земляки, которые не ходят в поликлинику. То есть, мы очень рады видеть наших постоянных пациентов. Мы про них знаем, заботимся. Но хотелось, чтобы все остальные прошли, прошли скрининги, прошли обследования, и мы вовремя смогли вам помочь. Потому что глубокий анализ онкологических заболеваний. Кстати, в прошлом году более тысячи заболеваний онкологически было выявлено как раз на диспансеризации. Показал, что основная причина запущенности это поздняя явка. Поэтому очень хочется слышать добрые слова по отношению к докторам, когда вы знаете имена, фамилии ваших врачей. Действительно, радуюсь за своих коллег. Поэтому давайте будем взаимовежливы помогать жить вместе, помогать друг другу, понимать друг другу, потому что только сообща вместе врачи, пациенты мы сможем достичь результата. Спасибо. В течение всего дня и вообще каждый день, кроме субботы и воскресенья, вы можете позвонить по телефону по всем вашим вопросам в отношении медицины. 8-800-733-33-35. Это контакт Центр здравоохранения. Пожалуйста, звоните и обращайтесь по всем вопросам. Это была программа «Решаем сообща». Она подготовлена творческой группой радио и телевидения информационного канала «Севастополь». Режиссер и оператор программы Игорь Петрушев звукорежиссер Дмитрий Воробяк, редактор по телефону Юлиана Лещенко, вела программу Светлана Цепалёва. До новых встреч в эфире. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...